Детские сады Детские сады Детские сады Детские сады Воспитанники в силу возраста воспринимают происходящее отчасти как игру, тем не менее, покидали здание дети, как говорится, без лишних движений, оперативно. Сегодня это позволило 68 воспитанникам и 17 сотрудникам детского сада покинуть помещение и построиться на улице в течение 4 минут, что является хорошим показателем. Как происходил процесс эвакуации, проверяли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы курортного района и районного пожарно-спасательного отряда. Со стороны специалистов данных ведомств замечаний не поступило. Здание обесточено, зданий никого нет. Эвакуация закончена, проверка детского сада проведена, все сотрудники и дети покинули здание, лист незаконно присутствующих, зданий нет. Такие тренировки у нас проводятся ежеквартально по плану, который мы составляем в начале года. Перед этим проводятся инструкторы с сотрудниками детского сада и работа с воспитанниками по действию при возникновении нестандартных ситуаций. Ого, какая машина! Слайк! Какая машина! Тренировка сегодня была комплексная. Свои действия на объекте при возникновении чрезвычайной ситуации отрабатывали бойцы 57-й пожарно-спасательной части. После сообщения руководства садика на пуль дежурного о задымлении в одном из помещений у подразделения огнеборцев ушла одна минута на сборы и четыре на прибытие к месту происшествия. Сотрудники части отрабатывали свои действия тоже на время и трудности, при этом у них не возникло. Полчатка снаружи, пожарный колесо, проводим эвакуацию пострадавших. Прибывшее подразделение организовало подачу первого ствола и эвакуацию детей из второго этажа, а также ликвидировало огонь в игральной комнате. Все было сработано оперативно, дети были выведены, были предоставлены в эвакуации, план эвакуации. Персонал знал свои действия, работа отделения была слажена и мы все сделали быстро. После завершения тренировки сотрудники пожарно-спасательной части детям продемонстрировали оборудование, которое им приходится применять в своей работе. Вот если где-то какие-то железки покрутые есть, а нам нужно их убрать, мы же их не сломаем, правильно? Нет. Вот мы берем такие ножницы специально и перекусываем их. Вот перекусили, убрали. Вот этот мотор нужен для того, чтобы у нас вот эти ножницы работали. Кусачки, понимаете? Если мотор, смотрите, видите, не работает. И они у нас тоже не работают.